Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет небольшой обзор моих растений в начале сентября. Я просто покажу, где кого куда поставила и немножко поговорим о растениях. Ну, начнем по порядку. Это у меня красавица Гордыния. Она, конечно, за лето у меня очень сильно разрослась. Очень. Просто на камеру, наверное, не видно ее объема. Сейчас я попробую вот так сверху. Очень красивый кустик получился. Мне, конечно, нравится. Она у меня цвела. Сейчас у нее идет, вернее, у нее идет сейчас обильный рост. И я думаю, что в скором времени она у меня зацветет. Здесь дальше на полочке у меня стоит гибискус. Это у меня два разных сорта. Он у меня цветет постоянно. Вот он недавно отсвел и появляются новые бутончики. И здесь бутончики чувствуют себя хорошо. В общем, это моя пуансетия белая. После обрезки у меня было видео на канале, как я ее обрезала. Обрезала я очень сильно. То есть я на ней практически не оставила ни одного листика. И посмотрите, какое пышное деревце получилось. Листья красивые, без единого повреждения. Просто замечательно. Рядом здесь находится адениум. Адениум у меня заложил бутоны. Не весь, но есть бутончики. Тоже поставила уже их на полку, потому что на окне у нас, допустим, ночью уже и температура плюс 7. Так что прохладно. Днем еще более-менее, а ночью холодно. Это моя красотка красотка. Сегодня я убрала у нее здесь бутон, уже подготовила ее немножко к зимнему периоду. И обрезала нижние ветки у нее. Верхние не стало. Просто мне хочется, чтобы она очень пышным кустиком в дальнейшем была. Очень мне нравится это растение. Оно постоянно цветет. Постоянно. Просто я уже ее тоже убрала бутоны, потому что не могу дождаться, когда она их скинет. Это мой апутилон, который я формирую тоже вот таким деревцем. Сейчас вам покажу. Вот он стоит на нижней полочке. И вот такой вот высокий. Просто в дальнейшем хочу сформировать штамп дерева. Мне нравится, как это смотрится. Не просто кустиком. И вот посмотрите, сколько бутонов. Тоже благодарное такое растение. Очень хорошо цветет. Мне нравится. Здесь дальше у меня тоже адениумы. Здесь семена зреют. Видите, уже стручок покрывается таким красноватым оттенком. Но он не цветет. Все силу отдает на семена. А вот остальные мои дыши, они, конечно, у меня заложили бутоны. Они у меня на бутонах. Я не знаю, конечно, выкинут или нет. Но, может быть, с новой лампы, конечно, они у меня и выкинут свет. Потому что на них здесь хорошо очень падает. Днем, даже если когда солнышко, здесь и солнышко тоже есть. Ну, вот такие красавцы. Я их полила просто. Вот у них еще мокренькие попки. Ну, это мой тамаринчик. Тамарин. Листья, конечно, очень красивые. Здесь вот много роста у него пошел. Выше на полочке у меня тоже стоят адениумы. Вот, посмотрите, тоже бутонов столько много. Конечно, хочется. Хочется, конечно, чтобы выкинул бутоны. У него просто, смотрите, прям шапочное такое цветение было. И вот рядом тоже, тоже бутоны. И мой сениц. Мой сениц тоже заложил бутоны. Сейчас поближе покажу. Первый раз. Даже не знаю, как он зацветет по сорту. Или просто каким-то своим сортом. Не знаю. Это у меня парочка тоже, которая недавно появилась в моей коллекции. В шифлерах растет. И фикус тоже, тоже растет. Чувствует себя хорошо. Думаю, к весне они уже такие большенькие будут. Здесь у меня, видите, в арегатное собрались компания. Здесь у меня бугенвилия в арегатное тоже. Сан-Диего в арегат. Она у меня, правда, еще ни разу не цвела. Но листва такая очень эффектная, красивая. Вообще, в арегатное растение очень эффектно смотрится. Даже если они не цветут, сам лист очень красив. Рядом здесь декабрист. Я его покупала совсем маленьким растением. И вот посмотрите, какой веер нарос. Думаю, скоро тоже порадует своим цветением. Цветет, конечно, очень красиво и обильно. Ну, на верхней полочке у меня тоже стоят адениумы. И здесь бугенвилия. Дабл пинг. Дабл пинг тоже хорошая цветунья такая. Прям вообще. Это вот черенок мой. Такой ветка цветет. Здесь у меня мурая. Мурая тоже вот она зацвела. Я уже говорила в прошлом видео. Поставила ее здесь возле лампы. И у нее сразу стали распускаться цветочки. Но сейчас уже они увидают. Но у нее как одни увидают, а другие распускаются. Моя замия за лето тоже подросла. Такие красивые она нарастила себе ветки. Зелень такая сочная. Здесь затащила я своего гиганта цикоса. Но мне пришлось ему связать ветки. Видите, он у меня весь тянут и стоит. Вот так вот я сделала. И там тоже такой специальный. Потому что если его не связала бы, он просто бы не влез никак вообще. Ему столько места надо было. Потому что очень у него уж длинные веточки. И у него за лето, я заметила, подросла его шишечка. Такая, знаете, очень большая. Он у меня сейчас находится в 50 литровом горшке. Тут у него корневая очень большая уже. Здесь, конечно, вот он и на улице стоял. Здесь есть такие кончики. Но от этого никуда не деться. Где-то сухость все равно. Солнца много было. Здесь мои антуриумы красавцы. Тоже очень благодарное растение. Очень эффектно смотрятся. Листья красивые. И постоянно, постоянно цветут они у меня. Они у меня всегда стоят рядышком. Вот белый и красный. Вот такие вот красавцы. Очень хорошо у меня и за лето подрос фикус. Фикус. Потому что он у меня как-то, знаете, стоял. Как бы вроде не рос, не рос. И вот за лето вымахал тоже листья. Листья огромные, красивые. И вот здесь как раз в кадр попадает. Вот здесь вот просто получилось, когда я его переставляла, порвался лист. Но мне жалко его обрезать. И вот стоит он такой вот с дырочкой. Попал в кадр. А так листья все хорошие. Также в дом у меня и переехала Руселья. Руселья красотка, конечно. Такая в вазоне на ножке. Очень разрослась она у меня за лето. Очень прям. Видите, какая красота. И цветет. Она тоже у меня все лето цветет. Сейчас вот в сентябре она цветет. Цветочки. Очень эффектное растение. Необычное. Ну, плюмерия у меня вообще разрослась. В общем, не знаю как. Она у меня такой никогда не была. Вот я хотя в комментариях мне пишут, что от клеща не помогает фито ошейник. Но я им спаслась. Вот если вы помните, у меня просто постоянно на ней клещ был. Я не могла вырастить даже вот на ней нормальных пять листьев. А сейчас посмотрите она какая. Листья огромные. Они больше моей ладошки. Сейчас я подставлю. Вот смотрите насколько. Вот просто здоровые. Она конечно у меня в этом году не цвела. Не цвела. В прошлом году цвела, а в этом году не цвела. Но зато она набралась силы. Вот такая вот она у меня красоточка стала. Стоит в общем как пальма. Здесь у меня гигант Стефанотис. Все они у меня какие-то не маленькие. Здесь вот бугенвилия в кадр попадает. Она уже так уже отцветает. У нее пошел рост. Но где-то она набирает тоже прицветники еще цветные. Я хочу показать вам плодик на Стефанотисе. Смотрите. Он увеличился в размере. Он растет. Но так как он созревает 9 месяцев. Я думаю, что он еще будет больше. Это мой недавно приобретенный плюм бага. Свинчатка как еще называют. Ну вот она у меня отсыла. Я ей обрезала бутончики. И зелень такая хорошая стоит. Чувствует себя после пересадки очень хорошо. Ну я так иногда его опрыскиваю. Так как это же тропическое растение. Любит влажность воздуха. А так лист и листочки и роз пошел. В общем я посмотрю. Может быть я его еще в зиму обрежу по корочему поведению. Это моя Дуранта. Я ее решила сформировать. Сформировать. И я вам сейчас покажу. Я сейчас отведу немножко. Смотрите какая шапка у нее росла. И вот на таком вот створике. То есть я ее тоже сформирую. Штамп деревца. Она довольно таки у меня высокая. Где-то больше метра высоты. Вот такое деревце будет. И я ее постоянно прищипываю. Она очень хорошо ветвится. И мне нравится как она смотрится. То есть какая она раньше была и какая сейчас. Знаете вообще разница очень огромная. Мне прям очень нравится. То есть она же когда и зацветет. Я просто сейчас ее постоянно прищипываю. Обрезаю. Я ее не даю. А вообще она у меня цвела. Цветущее мое растение. Она у меня уже давно. Ей уже года три. Вот такая вот она красавица. Мне нравится. У нее и листочки такие очень декоративные. Вот на штампе смотрится вообще классно. Прям рекомендую. Ну это мой авокадик. Все не как он. Он у меня хоть и цвел. Цвел обильно. А вот знаете. Вот листочки. Вот вроде бы сейчас стали такие расти хорошие листья. Видите. А то он у меня все как-то вот мучается, мучается. Хотя уже взрослая. Вот все что-то не хватает ему. Ну сейчас я думаю он у меня распушится. Он в принципе очень быстро наращивает листья. А это мое африканское тюльпановое дерево. Просто обалдеть. У него такие большие листья. Очень огромные. Я его вырастила сама из семени. У меня на канале есть видео. Кому интересно. Можете зайти и посмотреть. У меня проросло 4 семечки. Один я подарила. И вот у меня растет их 3 штуки. Огромные. Листья красивые. Такие сочные. И очень большие. Если так дело пойдет. Я не знаю. Сколько ему места нужно. Но цветет оно очень красиво. И моя диплодыня розовая. Смотрите какая красоточка. У нее постоянно распускаются бутоны. И она постоянно у меня стоит с цветочком. Вот такая красоточка. Вообще мне диплодыня очень нравится. И здесь я подвесила свои орхидеи. Им тут тоже хорошо. Возле лампы. Им светло. И очень красиво смотрится. На окне у меня стоит. Ну вот в центре. Бугенвилья. Дабл пинг. Посмотрите. Я просто отхожу подальше. Я не могу ее. Чтобы она у меня вся вошла в экран. Поместилась. Огромная. На все окно. Представляете. Мне конечно очень нравится. Размер вот такой бугенвильи. Смотрится шикарно. Вообще. Просто сейчас против света еще я снимаю. Смотрите. Смотрите. Такое обильное у нее цветение. Ну что красотка. Здесь вот рядом. Тоже бугенвилья у меня. Ну в общем что я хочу сказать. Бугенвилья конечно тоже очень эффектное растение. Не знаю. У меня цветет она практически постоянно. Для бугенвилья главное солнце. Солнце. Если солнце есть то она обязательно будет свести. И второе окно покажу с бугенвильями. Они у меня конечно плотничком стоят. Цветут. Здесь вот Вера Вай тоже заложила бутоны. Вот распускается. Баттерфляй. Такой нежный сорт. И она такая цветунь тоже хорошая. Как бабочки. Красиво очень смотрится. И такой цвет тоже. Такой оранжево-розовый. Здесь вот у меня Double Red зацветает. И оранжевая. Оранжевая. Тоже такой знаете яркий такой цвет бугенвилья. В общем. Все хорошо. Здесь у меня рядом. Стоит. Клеродендум Томпсона. Вот сейчас он отцветет. Когда у него уже просто цветочков нет. А это остались. Также. Прицветники. Белые. После чего я его хочу обрезать. Просто мне вот понравилось его. После обрезки. Он так кустиком очень смотрится. Аккуратно и красиво. Здесь у меня полка. И здесь конечно же у меня тоже стоят бугенвильи. Бугенвильи цветут тоже. Очень красиво конечно смотрится. Это мой эсхинантус. Решил подсвести. Весь в бутонах. Все веточки просто у него в бутонах. Видите? Тоже очень так декоративно смотрится. У меня под весном кашпо. Очень мило смотрится. Также переехала моя Диплодения Бордо. У нее продолжается цветение. Она не может угомониться. Но пока еще солнце есть. И поэтому она будет цвести пока. Посмотрите. Красавица. Ну а бутилоны у меня тоже всегда цветут. Я даже знаете вот какое-то время. Когда вот отцветает немножко. И у него просто сразу же начинаются раскрываться другие бутоны. И вот розовый тоже обильно цветет. И желтый. Очень-очень радует глаз. Особенно в хмурую погоду. Ну конечно же у меня не все растения. Вот у меня еще на Веране. В Генвиле. То есть они у меня еще здесь находятся. Сейчас просто подготовить нужно другое здание. И некоторые растения наверное переедут туда. В здание бассейна. Потому что вот эти бугенвилли. Пуансетти. Сейчас поближе покажу вам. Бугенвилли. Посмотрите. Они до сих пор все в цвету. Они конечно же в дом не зайдут. Придется еще из дома наверное в бассейн носить. Но я посмотрю. Там конечно бы освещение хорошее сделали. Можно там оранжерею сделать. Сейчас я покажу поближе. Но здесь вот. Роуз Де Бойс у меня цветет. Но у нее уже не такое обильное цветение. Но она все равно цветет. Конечно красавицы. Красавицы. Ничего не скажешь. Посмотрите Пуансетти. Это она после обрезки. Очень-очень разрослась. Но ей как раз вот сейчас. В принципе и по времени у нас. У нас также день становится короче. И как раз это спровоцирует. ее закладки бутонов. Она тоже у меня переедет в бассейн. Это вот мой бонсай. Зацвел. Такие корешочки. Сейчас я вам хочу прям показать. Вот он у меня стоит в таком кашпо. В плоском практически. И вот смотрите. Мне нравится. У нее стали. Смотрите как утолщатся корни. То есть вот к лету. Они будут вообще хорошие. Я ее пересаживать не буду. Вот ее ветром немножко наклонила. Она у меня проволокой привязана к дну. Ну там дырочка. В общем я вывела туда проволоку. И ее закрепила. Потому что когда я ее садила. У нее практически не было корней. Были тоненькие вот эти вот. А остальные корни я убирала. У меня на канале тоже есть видео. Как я ее обрезала. И как я ее сюда закрепляла. Если кому-то интересно. Можете посмотреть видео. Вот видите. Она цветет. Причем у нее вот здесь вот точка роста. Я ее обрезала. Смотрите. И она иголками своими еще же закрепила. То есть сейчас я ей конечно дам подсвести. Потом я ее обстригу. Просто я буду ее стричь. Я ее не буду допускать, чтобы она у меня большая росла. И буду ей формировать красивую корневую систему. То есть когда она корни еще больше нарастит. Я их приподниму. И будет интересный очень экземпляр. Также мне и вот этот экземпляр нравится очень. Я ее тоже обрезала очень так хорошо. Она у меня тоже стоит в таком небольшом кашпо. Ну конечно оно не плоское. Но в будущем тоже можно из нее сделать бонсай. Красиво будет смотреться. В общем показала вам какую-то часть наверное своих растений. Потому что все растения просто невозможно показать. Потому что они стоят не в одном месте. А где-то в спальне стоят еще. Где-то еще на окнах в ванной стоят. В общем гладильная. В общем они повсюду. И конечно бы хотелось как-то уже такое место им определить. Значит они как бы стояли в одном. Потому что неудобно так. В ближайшее время наведу порядок в бассейне. Поставлю туда свои растения. И обязательно сниму фильм. И покажу вам. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.